Привет, ребята! У нас сегодня Пасха и я иду к Люсе в гости. Кстати, всем Христос воскрес! Задним числом хоть, но все равно. Вот, одела курточку свою. Так давно ее не носила, уже целый год. Мне она безумно нравится. Еще накрасила губы таким ярким цветом. Обычно я вообще не крашу губы или таким бледно-розовым крашу. Но вот тут почему-то мне захотелось. Побыть поярче немножечко. Все! Сейчас заеду в магазин, куплю что-нибудь к чаю. Хотела в русский магазин заехать, но забыла, что воскресенье и он сегодня не работает. Поэтому придется мне заскочить в Коско, купить там что-нибудь. Может, коробку конфет или еще что. Посмотрю на месте уже. Времени у меня достаточно, еще целый час. Так что я отправляюсь. Еще решила повязать шарфик. Эля мне его подарила. Он такой хорошенький, я его обожаю. Но некуда носить. И так вот он висит. А сюда, мне кажется, он хорошо подошел. По цвету, по тону. В общем, я решила купить Феррера Роше. Мне кажется, эти конфеты все любят. И коробочка красивая. В общем, беру их. Ну и бутылочку какого-нибудь белого вина. Вот здесь есть. Грейв пинат Гриджо. Шардоне Калифорния. Дальше вино. Это вообще что-то... Что за этикетка такая странная. Дальше. Вот такое. Ризлинг Коламбия Вали. Дальше. Санома Кантри Шардоне. Вот что-то из этого всего надо сейчас мне выбрать. По ценам 7,99... 6,99... 8,99. Вина все американские. Вот я решила взять вот эту бутылку. По вкусу я все равно не понимаю совершенно. Мне понравилась здесь этикетка и форма бутылки. Такая красивая. Это домик, это Ризлинг. Ну, в общем, попробую взять такое. Привет, девочки. Привет, Христос Воскрес. Христос Воскрес. Что, Валя, Виталь? Олечка должна приехать. Люси, привет. Вот тут такая собачка. И хозяйка Люси, и собачка Люси. Все Люси. У нас какая краска такая. И стол. И Леша. Леша, привет. Соня, как обычно, сделала колокса. Это ее фирменное блюдо. То, что можно безнаказанных слов. Ой, Леха, а с тобой-то не поцеловались? Нет. Христос Воскрес. Свет, на улице хватай любовь. И целуйся, и целуйся. И за уши за разбегу. Так, тут грибочки. Ой, какая прелесть. Это у нас грузди, да, наверное? Так, голубцы. Ой, какие у Люси вкусные голубцы. Вот такой вот говяжий. Вот, если придут, то тогда мы поставим. И пасочки, конечно, вот такие вот пасочки. Люся, а пасочки сама пекла? Да, но не самое лучшее, потому что не было дрожжей. Ой, ну красивые. Сонечка, мне тогда замени на хрусталь. В общем. Спасибо, дорогая. А яйца, вот это шоколадные или настоящие? Это, да, это шоколадные. Настоящие вот. А, вот же настоящие. Господи. А ложка еще в салате. Ой, посмотрите, как она их украсила. Христос Воскрес. Люся, а где ты взяла на русском языке этикеточки? А это мамочка мне шла. Да? Ух ты. Потому что я полезла. Надо такое. Мне тут не сказал. Две ложки мне надо. А вот это вообще произведение искусства. Настоящие яйца. Как будто расписанные, да? Давай, работай, работай. Не, не, когда мне. Ты видишь, какая красота здесь. Ну, до свеклы руки не дошли. Ой, искусство для пролетариата. Это для язычка. Это, ну, а это для чего? Это для сыра, да, пусть будет. Так, а еще у нас для салата осталось. Там домашние ноги, там домашние руки. Она еще обещала и ногти покрасить курицы. Она мне дала целый трей с этими вот, с куриными лапками. Ну, чтобы жилировался лучше. Холодец. Слушай, ну, обычно вот у тебя он как-то более такой водянистый, а в этот раз вообще не так. А потому что очень много всего дохуя было. Давай, я тебе в какую тарелку. Так, ну, Соня, ну не столько, половинку отрезь, пожалуйста. Это мне. Не столько. А мне вот половина столько. Для начала. А ты скажешь, а мне столько, столько, и вот столько. Единственное, о чем я тебе хочу предупредить, что там косточки. А, ну, ничего страшного. Потому что это ноги, ноги. Ну, ничего страшного, что, проглочу кости. Валечка, садись. Так, я вот сюда сегодня сажусь. Ханифа нет, я на ее место. Ханифа работает. Ну, да. Плохо, ну, так а что делать? Завтра же не соберешь Пасху. Ну, да. Все же на работе. Еще раз, что, Лорожка? А открывание сейчас принесу тебе. Оказывается, еще хрен остался. Это хрен такой красный, да? Ну, да. Вот так. Вот, значит, ничего страшного можно вынуть, да. Но зато вкусный. Сонька, хлеб резан или без хлеба? Соня, это он из чего? Он куриный, да? Полудец. Там курятина, говядина, там эти руки-ноги, ну, курьи. И копыта говяжья, и мясо говядины, еще кусок я туда порезала. В общем, солянка сборная, мясная, да? Ну, там как бы... Получилось? Очень хорошо получилось. Вот так. Соня, из всех вот самый вкусный, наверное, в этот раз. Ла морковь. Давай, что угодно. Все, приятного нам аппетита. Христос воскрес. Праздник. Христос воскресе. Христос воскресе. Христос воскресе. Христос воскресе. Ммм. Вот такое выбрала себе яйцо. Давай, ты будешь? Чокнемся, чокнемся. Подожди ты, в какую сторону? Вот, острую надо. Мое победило. Ничего. Ничего, все забираю. Мммм. Ммм. 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 Все вот сюда вниз бросили. Часть попала в машину, часть не попала, но они расстелили. Там вот такие куски пленки большие здесь и вот там вот закрыли все, чтобы не намусорить. В общем работа идет полным ходом. Продвигаются очень быстро. Я вижу четыре человека. Может быть даже вижу не всех, потому что с той стороны крыши тоже они одновременно делают все это с двух сторон. А вот здесь вам за деревом не видно, один человек уже укладывает новую крышу. А эти вот просто готовят пока место. Ну вот уже кладут липкую такую пропитанную пленкой. 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 Теперь они вкладывают уже это покрытие, крышу саму. Такие пластины. Быстро так раз-раз-раз, раз-два-три и приколотили. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прямо одинаковое движение. Какой профессионализм! Продолжение следует... Ох, какие колокола! Вот такая церковь! Давно я не была в центре города. Это у нас парк между 9 и 10 улицей. И я приехала в муниципалитет. Здесь вот находится недалеко для того, чтобы попытаться заплатить налоги на недвижимость. Вообще, бумага в прошлом году на налоги пришла в конце мая. Но я надеюсь к тому времени уже уехать, поэтому хочу заплатить заранее. Вот посмотрите, как выглядит этот парк. В это время года уже начинает таять снег. Очень хорошо видны горы заснеженные. Такая дымка сегодня на небе. Давайте еще без рыбьего глаза вот это место вам покажу. Вот это вот даунтаун, высотное здание. Коих в Анкоридже не так много. Ближе горы видны. И вот тут вдоль всей дороги в той 10 улице парковка машин. Бесплатная на 2 часа. Тут такое интересное дерево. Все в веревочках. И написано, что три церемонии Хезмофта. Чайная церемония переехала в другой парк. 4.09.18 в полдень будет какое-то мероприятие. Дерево смотрится красиво, хотя и веревочки уже старые. Они с именами. Написано «Джеймс». Ну и вот я уже на 7-й или на 8-й улице. Вот это огромное здание нефтяной компании «Конакофиллипс». Когда Эля жила в Анкоридже и работала в магазине, в бутике, в гостинице «Капитан Кук», я, конечно, бывала почаще в даунтауне. Заезжала ее навещать. А вот сейчас у меня вроде как и нет повода сюда приезжать. И я уже даже забыла, когда я в последний раз была здесь. Вот еще отсюда. Давайте вам центр города покажу. Это «Конвеншн Центр». «Мэриот Хотель» впереди. Парковка «Изи Парк». Городская. Здесь бар. И «ЮПС Офис». Вот он «Капитан Кук». Прямо по курсу коричневое здание, где Эля работала. Гостиница «Вест». Не вижу названия. Это «Арт Центр». Очень красивое тоже здание. И вот он «Сити Холл» наш. Муниципалитет. Город Анкориджи, в который я и направляюсь. Опять же, видите, зима была. Зимой ничего не хочется. Поэтому я никуда не выходила и ни в центр города. И вообще практически нигде не была. Вот давайте еще раз взгляд на этот арт-центр. «Аляска Перформинг Арт» он называется. «Аляска Перформинг Арт». И вот этот огромный наш «Сити Холл». ТОНГА ЛОГРОГА. ТОНГА «ЗВЕЙ ЧАХОЛ». Он и был в первую очередь бы неistic. Верующий раз, в последний раз, вот этот огромный наш «Сити Холл» и «Сити Холл», В общем, нет еще информации по поводу налогов. Письма будут рассылаться всем только лишь 15 мая. Но данные по налогам, возможно, будут известны к концу этого месяца. Но все равно я сходила не зря, потому что я узнала, как можно заплатить эти налоги онлайн. Я, в принципе, уже проверяла их сайт. Но девочка мне все очень-очень подробно объяснила, как, что, когда и почему. Так что, возможно, я еще раз навещу это заведение к концу месяца. Если нет, то заплачу тогда по интернету. Сейчас мне надо будет заехать еще в пару мест, в газовую компанию. Там опять не поменяли им фамилию с именем. Так продолжают счета поступать на имя Рикардо. Хотя я совсем недавно туда ездила по этому же самому поводу. Поеду сейчас опять разбираться. Потом мне надо в магазин, потом уже домой. Итак, вот на чем ребята остановились. Две трети крыши сделаны с этой стороны. Это оставили на завтра. Сколько с той стороны сделано, не знаю, я не вижу. Но справятся за три дня. Не начали один день. Сегодня и за завтра, скорее всего, закончат. А у нас уже вечер, времени девятый час, но на улице светло, и еще даже солнышко не село. Потихоньку на Аляску приходят белые ночи. Вот оно, солнышко, давайте вам покажем. Еще очень даже высоко стоит. Сейчас с каждым днем темнеет все позже и позже. Где-то уже после девяти, полдесятого, наверное, темнеет. Все на сегодня буду с вами прощаться на фоне нашего двора. Всем желаю счастья, хорошего настроения, удачи. Всего самого-самого доброго. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...